Здравствуйте! Перед тем, как пройти курс, как самостоятельно проверить объект недвижимости и долговую нагрузку собственника, я расскажу вам, кто я и как могу помочь в юридической проверке пересделок с недвижимостью. Итак, меня зовут Евгений Корсакин, я практикующий юрист в области сопровождения сделок с недвижимостью. В сфере недвижимости я начал с 2003 года, вот уже более 18 лет на момент записи этого видео. С 2010 года я активно начал практиковаться в судах по вопросу признаний сделок недействительными по решению суда и активно участвую по настоящее время в судах. Данным курсом я решил помочь простому покупателю, который, возможно, не готов платить десятки, а то и сотни тысяч рублей риелторам, юристам за их услуги. Чтобы максимально обезопасить себя и будущую недвижимость от изъятия, в процессе прохождения курса вы поймете, имеет ли продавец право вообще на действия, связанные с отчуждением недвижимости. Не возникли ли проблем в процессе сделки и после нее? Сможете ли вы доказать, что являетесь добросовестным покупателем в случае разбирательства в суде? Данный курс состоит всего из пяти экспресс-видео уроков с практическими понятными действиями, куда нужно нажимать и что нужно делать. Первое. Вы поймете, имеет ли продавец долговую нагрузку, в каких размерах долги и стоит ли вообще с ним связываться. Второе. Научим правильно проверять паспорт. Казалось бы, банально, но мошенники ловко переплеивают фотографию в паспорте, а покупатель этого может не заметить. Третье. Очень важный пункт. Проведем углубленные судебные проверки на предмет возможных судебных решений или уже текущих судебных разбирательств, чтобы в будущем объект не послужил предметом обращения взыскания к кредиторами, которым собственник должен значительную сумму денег. Третье. Научимся правильно проверять доверенность, то есть когда договор купли-продажи подписывает доверенное лицо. Такие сделки не редкость в нашей стране. Пятое. Проверим по картотеке дел арбитражного суда в случае, когда продавец является индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица. Проверим стадию банкротства, посмотрим информацию о судебных разбирательствах с его участием. На моей практике нередки случаи, когда собственник недвижимости или индивидуальный предприниматель избавляются от недвижимости именно в тот момент, когда начинаются большие финансовые трудности в бизнесе. И самое главное, в финальной части вы получите бонус от меня. До встречи на первом уроке. Субтитры сделал DimaTorzok